Ушли в загул. В последние несколько месяцев чиновники Одесского горсовета стали разбрасываться миллионами на тендерах с небывалой щедростью. И пусть дети в школах останутся без горячего питания, лишь бы друзьям мэра жилось хорошо. К чему такая спешка? Узнайте прямо сейчас. Январь 16-го года. Мэр собирает директора в школу в горсовете. Надо обсудить, как сэкономить на питании самых младших школьников. Мол, раньше государство давало на это деньги, а теперь не дает. На самом деле, раньше горсоветы были обязаны кормить учеников первых четвертых классов. Потом Верховная Рада чуть изменила закон и этот вопрос оставили на усмотрение местной власти. Можно кормить, а можно не кормить. Труханов решил не кормить. Мы должны четко, как любая семья, считать свой бюджет семейный. Также и мы должны с вами считать бюджет городской и понимать наши сегодня реальные возможности. В каждом городе громада, общественность, власть городская принимает решения, которые по силу, по бюджету. Сначала горячее питание хотели просто сократить, но в марте все переиграли и отменили его совсем. Оставили детям одни булочки, соки, яблочки. И действительно сэкономили. Реальные расходы на школьное питание сократились вдвое. В прошлом году на это потратили больше 100 миллионов гривен. В этом получится около 50. Тяжелые времена. Я так долго рассказывал все это, чтобы было понятно. 50 миллионов гривен для одесского бюджета – огромные деньги. Ради них можно даже экономить на детях. Но вот одна волшебная неделя в начале июня. С 1 по 7 число город Одесса отдает на тендерах одной единственной компании 240 миллионов гривен. 240 миллионов. Все подряды получают не какая-нибудь простая компания, а рост Дорстрой. Эта контора очень тесно связана с мэром Трухановым. Если хотите знать, как именно связана, посмотрите на сайте седьмого канала материал «Дамба моего друга». Там мы довольно подробно объясняли, почему рост нашему мэру близок как родной. Давайте узнаем, за что город платит росту 240 миллионов. Вот один из проектов – капитальный ремонт улицы Толбухина. Второстепенная улочка в частном секторе на границе Фонтана и Чубаевки. На 500 метров улицы – 40 миллионов гривен. 80 миллионов за километр. 80 миллионов за километр дороги, а местные жители до сих пор ходят в туалет в выгребные ямы. Но может быть это нормальная цена? С этим вопросом мы едем в облавтодор к Василию Смоленцу из службы капитального строительства. Как раз сейчас идет капитальный ремонт трассы Одесса-Рени. Работают сразу на трех участках. На каждом своя цена за километр. Самый сложный участок, допустим, это 179-184. Там сложная гидрология, геология и прочее. Там применены стабилизирующие материалы в виде георешетки. А на подходы к мостам пришлось даже два слоя уклада, потому что статистические, дневнические нагрузки перед мостами. От 11 до 12 миллионов где-то там плюс-минус все зависит от конструкции. Итак, максимум 12 миллионов на километр за самый сложный участок международной автотрассы в области. И 80 миллионов на километр за второстепенную улочку в частном секторе в Одессе. За эти деньги ее можно было укатать в асфальт полностью, но ремонтируют только 500 метров от Петрашевского до Глинки. Вот почему Глинки, вы спросили? Потому что от Глинки она уходит на... На Ромашково, да? Не на Ромашково, а в переулок Глинки на соединение с шесть новых домов. Там на Ромашково тоже будет предусмотрена дорога к этим подъездам, домам и выезд через Ромашково, а у нас в одну сторону. Мы хотели сделать две, но мы их отняли. Тогда все под одиновые дома делается, что ли? Да. Там, где ремонтируют Толбухина, уже срезали все деревья. Больше 70. Летним днем настоящая жаровня. И ремонтируют всего 500 метров. Остальное когда-нибудь потом. 40 миллионов. Этого почти хватило бы, чтобы оставить детям в одесских школах горячее питание. Вместо этого мэрия платит бешеные деньги компании, связанной с мэром, за ремонт небольшого участка дороги, ради того, чтобы жителям вот этих домов в будущем было удобнее ездить домой. За них, конечно, можно только порадоваться. Но почему платить должна городская община, а не компания-застройщик? Ремонт на Толбухина только один из волшебных тендеров роста. Всего в начале июня разыграли 9 лотов. Вот печально известный мост Коцебу. Его закрыли на год. Мост разваливался, а у города не было денег на ремонт. И теперь в одночасье сюда вбухают почти 50 миллионов гривен. 2 миллиона долларов за ремонт одного небольшого моста и прилегающей дороги. Еще 110 миллионов рост получит за реконструкцию электросетей на поселке Котовского. Ирония в том, что платит город, а сети потом бесплатно передадут на баланс Облэнерго. Да, это частная компания, но мэрия не может содержать электросети. Поэтому их сначала построят, оплатят, а деньги за их использование с одесситов возьмет Облэнерго. Один тендер за другим, миллионы за миллионами, как в последний раз. А может действительно в последний? Уже этим летом старым тендерным схемам придет конец. Новая система государственных закупок прозорро. Александр Рябец, председатель правления Союза юристов Одесской области, согласен. Тендерная щедрость чиновников связана с тем, что лавочку скоро прикроют. Это точно с этим связано, потому что новая система, которая будет у нас использована, она будет введена на основании закона про публичные закупивли. И поменяется все кардинально касательно государственных закупок. Потому что система действительно разработана для людей и для закупок. Она настолько прозрачна, что обойти ее практически сегодня невозможно. Система Прозорро уже работает для министерств. А с 1 августа на нее переведут все городские советы и коммунальные предприятия в Украине. Ее разрабатывали украинские айтишники-волонтеры. Она абсолютно открытая и сегодня считается лучшей системой публичных закупок в Европе. Воровать по-старому уже не получится. Кардинально падают цены. Ну а мы же привыкли, что у нас ремонт дороги стоит 10-20 миллионов гривен, а ремонтируют его там максимум миллион. Поэтому, естественно, цены падают и значительно. Киев заставит мэра Труханова тратить деньги разумно. С 1 августа швыряться миллионами на свои собственные компании больше не выйдет. Да, всего за неделю город выбросил четверть миллиарда на безумные проекты. Но это скоро прекратится. А там мэр сможет и горячее питание в школы вернуть. Еще и расскажет вам, какой он молодец.